Четверг, 34-й, седмица по Пятидесятнице, 62-е зачало, Евангелие от Марка. О дне же том или часе никто не знает, ни Ангела Небесная, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и пресненков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Прочтенное зачало Евангелия от Марка, опять же, посвящено теме, связанное с последними временами. С царством Антихриста, с вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Здесь есть такой текст, который является трудным для толкования. И многие святые отцы его пытались растолковать и найти ему согласование. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, но только отец». Именно выражение «не сын», то, что и сын не знает дня пришествия своего, было уже в древности использовано некоторыми еретиками, да и в новое время уже тоже используется некоторыми еретиками, для того, чтобы указать якобы на небожественное достоинство Иисуса Христа. Древние и новые еретики, беря за основание этот текст, говорят, если он Бог, то почему он говорит, что он не знает дня и часа своего же пришествия. Однако, внимательно вчитавшись в этот текст, нужно поставить несколько важных вопросов. И в этом последуем таким святым отцам, как Григорий Великий, он же Григорий Дворислов в нашем наименовании, Златоуст, Блаженный Августин и многие другие толкователи Священного Писания. Вопрос о знании, которое было у Бога человека, Иисуса Христа. Христос – истинный Бог и истинный человек. «Однако человечество Христа во всем подобно нашему, кроме греха». И, соответственно, Христос по-настоящему утомлялся, по-настоящему хотел есть, пить и по-настоящему, конечно же, страдал. А что относительно знания, доступного человеческой природе? И вот все святые отцы говорят о том, что невидение – это свойство человеческой природы. Человеку свойственно незнание, и в процессе познания это незнание ликвидируется, и вместо него приходит знание. То есть, если я что-то не знаю о каком-нибудь предмете, например, об этом тексте, я, чтобы узнать об этом этот текст, сделать ему представление, должен его прочесть и уметь растолковать. И тогда мое незнание заполнится знанием. Но изначально я по отношению к этому тексту являюсь незнающим. Соответственно, изначальное отношение человека до самого процесса познания – это по отношению к какому-нибудь предмету – это незнание, неведение. И ни один из людей не рождается с полным источником знания обо всём. Знания приобретаются в процессе и просто жизни, опыта, рассуждения, ну и, конечно же, духовного опыта. Об этом очень много написано, особенно святыми великими каппадокийцами и Василием Великим, Григорием Богословым, которые, кстати, тоже толковали именно этот текст. В некоторых своих писаниях в их дискуссиях с еретиком Евномием. Однако можем ли мы приложить вот эти рассуждения об изначальном неведении как свойстве человеческой природы к Богу-человеку Иисусу Христу? Здесь нужно быть очень осторожным в формировании ответа, потому что, да, Христос в полной мере человек. Он обладает полной человеческой природой. Не так, как учили некоторые этики древности, например, Аполлинарий Ладийкийский, о том, что у Христа была частичная, урезанная человеческая природа. Но ведь Христос не просто человек, Христос – Бог-человек. И если мы зададимся вопросом, обладает ли Христос человеческой природой, мы, конечно же, ответим «да». Если мы зададимся вопросом, полная ли человеческая природа во Христе, мы тоже ответим «да». Однако, если мы зададимся вопросом по отношению к Богочеловеку Иисусу Христу, что такое Личность Христа, или правильнее использовать святоэтический термин «ипостась», то это ипостась Бога-Слова. Ипостась Бога. И человеческая природа была випостазирована, то есть осуществляет свое бытие в ипостаси Богослова. Подробнее об этом можно почитать, например, у преподобного Иоанна Домаскина в точном изложении православной веры. Но если Христос – Бог, то как можно говорить о том, что Он что-то не знает? Его ипостась – это ипостась Бога. И ведь, как обращают внимание многих богословов, сам Христос говорит о том, что никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, кроме Отца. Если Христос знает Отца, то как Он может не знать какую-то дату? Это же абсурдно так рассуждать. И, безусловно, все экзекеты древности это понимали. Поэтому тот же Григорий Богословов, Афанасий, Августин и очень многие другие говорят, что, конечно же, Христу как Богу безусловно все известно. Но как же тогда найти ответ на эти слова Христа, что не ангелы небесные, не Сын, но только Отец? Блаженый Августин даёт одно из толкований, которое я сейчас озвучу, потому что полагаю его самым полным, наверное, самым удачным. Блаженый Августин обращает внимание не на саму фразу как таковую, а на вопрос о том, что мы что-то говорим о Знании, когда мы делимся Знанием. Что имеет в виду Блаженый Августин? Вот приходит кто-то ко мне и хочет меня что-то спросить, хочет узнать какую-то информацию. Однако я, зная это, зная информацию, тем не менее по разным причинам не хочу её сказать. Ну, во-первых, потому что считаю, что человек с ней не справится для начала, с этой информацией. Она может дурно на него повлиять, он не справится с услышанным. Или я считаю, что этот человек недостоин услышать эту информацию, потому что ему нет доверия, он может быть болтуном. Или по целому ряду иных причин я могу, зная что-то, не сказать это человеку. Вот как мы поступим в данной ситуации? И Блаженый Августин обращает внимание на конструкции нашего языка. Ведь мы очень часто просто скажем, я не знаю. Вот если я что-то не хочу кому-то сказать, при этом я знаю, я не могу, я чаще всего даже не должен давать какие-то объяснения, расшифрованные, большие, я просто могу сказать, я не знаю. Лжец ли я? Нет, я не лжец. Потому что я не обманываю человека, но на самом деле просто скрываю от него знания, потому что считаю, что в данный момент ему это не надо. Хотя я знанием этим обладаю. И Блаженый Августин берёт за такую особенность, которая есть у нас и в речи, и в отношениях, и говорит, что это вопрос незнания Сына, это не вопрос, относящийся к Сыну, это вопрос, относящийся к тому, чем Сын может поделиться. Каким знанием Иисус Христос, Божий Сын, может поделиться насчёт даты своего пришествия со своими слушателями? И ответ – Христос не хочет делиться этим знанием. Поэтому говорит, что никто не знает, и Он в том числе. И это, значит, переносит акцент сознания Сына на вопрос о открытии знания слушателям. Христос показывает, что да, безусловно, Бог Отец это знает. Но все, от кого вы можете услышать это, то есть ангелы, которые тоже возвещали волю Божию, или Сын, вам не хотят сказать. И когда Христос говорит, ни ангелы, ни Сын, то в данном случае указывает, что не узнаете эту информацию ни от ангелов, ни от Сына. Таково объяснение Блаженного Августина. И на самом деле многие другие святые отцы в большей или меньшей степени дают похожие толкования. Например, есть такое же толкование, схожее в одном из произведений Григория Великого. То есть Григория – двое слово. Тогда вопрос, а почему Христос не говорит? Вспомним другой евангельский текст. В каких-то моментах Христос прямо говорит, что не скажет? Ну, например, когда ему задают фарисеи и седукеи вопрос, какой властью, какой силой ты это делаешь? И Христос задает им встречный вопрос об яне крестителей. И когда они не хотят на него ответить, потому что любой из их ответов будет для них обличением, Христос говорит, и я вам не скажу. Почему он им не скажет? Потому что недостойны ни ответа. Потому что тот ответ, который скажет Христос, они не примут. И вот эти выражения, ни ангелы небесные, ни сын, в данном случае обозначают, что Христос не скажет дату, не будет говорить об этом. Почему? Потому что не надо этого делать. Василий Великий так и говорит. Если ты знаешь дату какого-то события, чаще всего ты расслабляешься, потому что тебе может показаться, что эта дата далекая, у тебя еще много времени. Каждый, кто учился в любом учебном заведении, прекрасно знает, о чем идет речь. Когда человек экзаменный через три месяца, ему кажется, что у него еще есть время. А если он знает, что экзамены послезавтра, он тогда только напряжен. Расписание, известное заранее, экзамен, известное заранее, часто студентов, особенно не совсем прилежных и не совсем постоянных в своей учебе, расслабляет. И чтобы не расслабляться, Господь никогда не откроет дату пришествия. И дальнейший текст на самом деле подтверждает правильность экзегезы, данную святыми отцами, и вот Блаженным Агустином, Василием, Григорием и Григорием Богословом. Потому что он говорит, смотрите, бодрствуйте и молитесь. «Ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Ибо не знаете, когда придет вечером, в полночь, в пение петухов или поутру». Эти слова показывают, что всегда нужно быть в бодрствовании, потому что никогда не знаешь, когда придет хозяин дома. А вот если бы знали, что хозяин дома придет, скажем, в полдень следующего дня, то время до прихода можно было бы даже благочестивыми или даже ответственными людьми потрачено, тем не менее, неправильно. Потому что человеческая природа склонна к греху. И поэтому Господь не открывает дату своего второго пришествия, дабы поколения христиан не ослабились. И дает ключ к бодрствованию, ключ к духовному бодрствованию. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. То есть молитва – это и есть главный ключ к бодрствованию и главный метод в ожидании пришествия Сына. Потому что молитва – это собирание ума. И оно возникает в процессе благочестивой жизни и в процессе того, что нам заповедано. В конечном итоге хотелось бы еще обратить внимание на один важный момент. Опять же, связанное с пришествием Христа. Мы все являемся свидетелями того, как целое поколение православных христиан тоже занимается вопросом, когда же придет Антихрист. Чуть ли не дату в календаре его назначают, а вычисляют. Это касается, конечно, не только православных христиан, но будем говорить о себе. И это не только в наше время. А так было и в другие времена. Святой Ириней Леонский уже говорит о некоторых, которые пытаются вычислить дату. И что он говорит? Этот святой муж прямо говорит, что это дерзость, подобная юридической. Дерзость, подобная дерзости юридиков-гностиков. Таково мнение святого Иринея. Если Господь сказал, что нет необходимости, не надо открывать дату, как мы можем постоянно видеть и даже некоторые принимать участие в вычислениях даты Антихриста, если Господь не открыл, то ближайшему кругу учеников своих. Это дерзость, подобно юридической. Господь откроет в Своё пришествие тем, кто будет уже не просто христианами, а участниками, свидетелями, современниками Царства Антихриста и пришествия Господа. Тогда уже то поколение христиан, может быть, это будет и наше поколение христиан, им уже дано будет понять и во всяком случае осознать, что время есть близко. КОНЕЦ